Дневной разворот Мы говорили о том, что в последнее время Руководством региона уделяется очень много внимания По крайней мере Очень много слов произносится Для того, чтобы молодежи было комфортно Жить в нашем регионе Чтобы она оставалась здесь Продолжала развивать нашу область И вот, собственно, хотим услышать Мнение самой молодежи о происходящем Сегодня от Ивана Ассоциация работающей молодежи Кировской области Это словосочетание, наверное, сейчас многие впервые Услышали, что вообще за организация Такая структура, расскажите, пожалуйста Словосочетание было, я думаю, на слуху У тех, кто работал на государевой службе В 90-е нулевые годы Потому что ассоциация была На государевой службе чиновники В региональном правительстве Особенно кто был связан с молодежной Политикой Ассоциация создавалась для того, чтобы Организовать Социальное, культурное мероприятие В среде работающей молодежи В основном на больших промышленных предприятиях А что без ассоциации они не могли культурно развиваться? Ну, видимо, в 90-е годы наладить кооперацию Даже в такой простой Сфере, в таком моменте Было достаточно проблематично Комсомол развалился, ничего Аналога никакого не появилось Поэтому молодежка Молодежное подразделение регионального правительства Взяло это в свои руки И занималось этим Организовывали смотры, конкурсы, фестивали И прочее под гидой Вот это как раз ассоциации Но этот формат взаимодействия В нулевые годы закончился Тогда, когда закончилось финансирование У нас вообще Молодежных объединений На производствах И потихоньку этот формат стал угасать Финансировалось за счет чего? За счет регионального бюджета Областной бюджет? Да, областной бюджет раньше Сейчас такой строки там нету? Такой строки нету вообще в принципе Работающая молодежь И даже вот сейчас мы выходим На сотрудничество у нас С Министерством спорта и молодежной политики Очень сложно вернуть такую строку в принципе Потому что стратегия молодежной политики Российской Федерации Вообще не предполагает Сегментирование на молодежи На работающую, неработающую Студенческую и прочее Есть молодежь То есть рамки возрастные От 18 до 35 До 35 все-таки До 30 лет В некоторых сферах до 35 Молодежные программы Какие-то существуют До 35 В Смирное общество здравоохранения По-моему вообще до 40 Рассматривает молодежь Если не до 45 Везде рамки разные Но суть остается та же У нас есть молодежь Мы ее не делим Если она хочет заниматься Определенным видом деятельности Мы оказываем ей грантовую поддержку На разных уровнях Точка И из-за этого бюджет Конечно очень сильно пострадал То есть весь принцип формирования бюджета У них изменился У наших регионалов Бюджет стал существенно меньше Соответственно Но Они не учли при этом Специфику Молодежи Которые работают На больших производственных предприятиях Вот этот дух коллективизма Который все равно остался Потому что Большое дело нужно делать Всегда вместе Он Коллектив взаимовыручка Да, коллектив взаимовыручка Взаимоподдержка Кровком И те Знакомые слова Которые там остались Достаточно там Съездить в гости Там на Лепси Или на АвиТек Вы сразу это поймете И Грантовая Поддержка В этом случае Она не всегда бывает Эффективна Тут нужна системная Поддержка Системная работа Разовым грантам Не обойдешься Но Гранты А грантах тоже можно Иметь Под ними Какую-то систему Под грантами Конечно можно иметь Системно выделяются Выделяется системно Но Срок реализации Того или иного проекта Предполагается Достаточно небольшой В основном Даже Вспомним Те Легендарные На которых сейчас Много работают Гранты от Росмолодежи Вся Система Это грантовая Все направления Подстроены Под студентов В первую очередь Потому что Это Развитие карьерных Компетенций Самопознание Саморазвитие Очень много На слово Само Оно не предполагает Больших коллективных действий Например Ты хочешь Объехать всю Россию И написать об этом книгу Отлично Отличный формат Для того Чтобы получить Грант от Росмолодежи А если ты хочешь Сделать мероприятие На 300 человек И повторять его Раз в год Предположим На котором Форум Предположим Для работающей Молодежи Этот формат Не подходит Для гранта Соответственно Это формат Скорее Постоянного Систематичного Выделения Средств Грант Такой формат Не предполагается Так Хорошо Если в бюджете Средства Не заложены То Тогда Каким образом И за какие деньги Это все организуется Это предприятие Каким-то образом Кооперируется Все начинается Я всегда считаю Что все начинается С инициативы Потому что Кроме Нас этим Заниматься Никто не должен На самом деле Я не считаю Что Правительство Например Должно этим заниматься Вообще Слово должно Из нашего обихода Я думаю Постепенно Должно уйти Да У него есть такая роль Но Постоянно требовать Это По меньшей мере Звучит странно Это возврат В такой коммунизм Жесткий коммунизм Который Мы должны требовать Мы должны попросить О сотрудничестве Мы не должны требовать И поэтому Мы решили Мы это Вы сейчас говорите Про ассоциацию Работающей молодежи Собрались с ребятами С разных предприятий А кто кстати Входит В эту ассоциацию Сейчас вот И первый раз Когда мы собирались Там было 12 предприятий Это основное крупное предприятие У нас в городе Вроде АвиТекс Эльмаш Лепси Т плюс По одному представителю От предприятия Входит в ассоциацию Плюс Плюс В основном Это 5 предприятий Городские Плюс Амутницкий Металлургический завод Очень активный Член ассоциации Работающей молодежи Мы Собрались И решили Что организация Этих мероприятий Для начала Может быть Устроена самостоятельно При финансовой поддержке Наших предприятий Вышли на руководство Все были не против Деньги небольшие Почему бы Не заняться этим самостоятельно Прошел год За этот год Мы организовали Уже серию мероприятий Теперь можно Пользоваться Теми инструментами Финансирования Которые нам предлагает Государство Как раз таки Грантовыми Когда перед ними Выступает одна единица Некоммерческое объединение Им уже проще С нами разговаривать И у нас уже есть Какой-то опыт Багаж То есть мы хотя бы Смогли повторить То что было в 90-е Нулевые Не развивая Принципиально дальше Сейчас можно уже Строить более серьезные Планы на будущее Ассоциация уже НКО? Мы сейчас проходим Процедуру регистрации Занимаемся этим Я думаю, что Ближайшие 2-3 недели У нас эта процедура Основная цель Это вы Участвовали В грантовых конкурсах Это не сама цель Я бы назвал Первичной целью Того Зачем мы собрались Тогда Год назад Это повторить Все эти мероприятия В видоизмененной В видоизмененной форме Которые существовали Когда-то То есть Были турниры Связанные с РАДС-предложениями Например На машиностроительных Предприятиях Этот турнир Мы сейчас проводим Повторно Назвали его Инжиниринговый турнир Мы скооперировались В АТГУ Там у нас Расположена площадка Турнира Завтра будет закрытие На нем Конструкторские команды Машиностроительных предприятий Им дано Техническое задание Они должны Конкурируя между собой Создать интересный продукт Кроме этого Мы решили Вернуть В область Конкурсы Профессионального мастерства Среди молодежи Среди молодежи На производственных предприятиях Но кое-где они проходят Я так понимаю Что традиция кое-где сохранилась Конечно Традиция кое-где сохранилась Но системность Этого мероприятия Она была утеряна Если В 80-е 90-е Область Правительство области Организовало Конкурс Этот Системно По 15 Позициям Каждый год То Сейчас мы смогли Организовать По 4 Своими силами Ну плюс Отрасли Еще самостоятельно Занимаются этим Ну там Еще 5-6 позиций Не больше То есть Именно такой Большой крупной системы Уже Не было На тот момент Кроме того Какие еще конкурсы Можно назвать Элементарные Интеллектуальные поединки Что где когда Популярные Все конкурсы Это же все ушло Из среды Работающей молодежи Это проходит Вот именно В рамках одного Предприятия Или вы как-то Объединяетесь Устраиваете битву Объединяемся Устраиваем Такие битвы Как вы сказали Да Человек на 80-100 Формируем Сами задания Кооперируемся С Министерством спорта Молодежной политики Они на площадке Для этого выделяют То есть Первый этап Я считаю Что Прошел Достаточно успешно Мы возродили Повторили то Что было Сейчас нужно Придумать нечто новое О чем Мечтает Наверное Большинство Молодежи Свой бизнес Это логично Это сейчас модно Это популярно Все хотят Заполучить стартап Заниматься Видом деятельности Близким коммерческому Даже если это Научно-техническое творчество Коммерциализация Своих разработок Это очень интересная ниша Которая ассоциация Хотела бы заняться И в этой нише Есть очень много Желаний со стороны Рядовых Участников Ассоциации То есть Область Правительство Области Очень часто Говорит об Экономической Кооперации Производств Машиностроительных Химических И прочих На территории области Но не совсем понятно На какой базе Они хотят это делать У нас Все предприятия Имеют разную форму Собственности Все предприятия Принадлежат Разным Объединениям Кто-то Акционерное общество Открытое Кто-то закрытое На базе какой площадки Интегрировать Эти предприятия Что они должны Производить Понятно Что такие Стратегические вопросы Команда Молодых людей Самостоятельно Решить не может Но Предложить свое Видение Как это можно Организовать Сделать площадку На которую молодежь Реально придет На которой она может Обсудить эту проблематику На которой она может По результатам Тех турниров Брейн рингов Вынести идеи Вот на эту площадку Их проработать И потом представить Через площадку Молодежного парламента Молодежного правительства Область Это же По-моему Вообще идеальная схема Нам пора сделать Небольшую паузу Иван Десятков Наш гость Председатель ассоциации Работающей молодежи Кировской области Член молодежного парламента Продолжим через полминут Продолжим наш разговор Иван Десятков Председатель ассоциации Работающей молодежи Кировской области Член молодежного парламента Хочется понимать Сколько вот таких Активных у вас Единомышленников С которыми Взаимодействуете И как вообще Активность Среди работающей молодежи Сейчас она Насколько Заметна Вопрос очень Встремление Что-то изменить Действительно И как-то помочь Региону развиваться Мы выбрали Такой формат Взаимодействия У нас есть Небольшой совет Организации В который Входит по одному Два представителя От промышленного Объединения Они либо работают В кадровой службе Либо на инженерских постах Инженеры-технологи Инженеры-конструкторы Это сколько всего Человек у вас получается В совете? До 10 человек Перманентно Из актива Такого плотного актива Опять 6 человек Мы обсуждаем Проблематику Обсуждаем Тренд В котором мы хотим Развивать организацию На данный момент Проекты Которые мы будем делать В среднесрочной перспективе Например Сейчас мы разрабатывали План на год На следующий То есть Мыслим годами Обычно Годовыми планами И когда нам нужно Создать мероприятие Подготовить проект Эти люди Уже привлекают Ребят со своего Производственного Объединения Суммарно Мобильность До 150-200 человек Можно обеспечить В 2-3 недели На мероприятии То есть Речь идет о 150 человек По всем предприятиям Которые находятся В ассоциации Активность Работающей молодежи Как вообще Слово активность Это понятие Достаточно условное Но Если так Среднепотолочно Мыслить То я считаю Что активность Достаточно низкая Это связано Во-первых С тем Что уровень Заработной платы В реальном секторе Все-таки далек От идеала Особенно в нашей области И действительно Активные Прорывные И те Кто хочет Изменить этот мир Не всегда пойдут На производственные предприятия Будем реалистами Это во-первых Во-вторых Системы Которая бы Позволяла Активных раскрывать В области нет Особенно На производственных Предприятиях Вообще нигде Я думаю Что Активность В первую очередь Может быть раскрыта А через карьерный рост Это внутренняя тематика Абсолютно В каких-то компаниях Реализовано хорошо В каких-то плохо Это личное дело Собственника И управляющего А именно Системный отбор Молодежи Для участия В крупных Региональных Проектов Пока что Я могу назвать Только молодежный парламент Так как сам Не уступил Недавно Но Эта история В новом Прочтении Только начинается Он только Переформировался И как там Пойдет дело Большой вопрос Я почему спрашиваю Потому что Крупные предприятия Регионы Время от времени Присылает нам Пресс-релизы О том Как хорошо В них внутри Ведется работа С молодежью С работающей Все зависит От предприятия Прочитаешь Так порадуешься Порадуешься Замечательно Что все там Так хорошо Как хорошо Все-таки Тут не нужно Не оберять Не очернять Собственника Предприятия У всех Есть свое Субъективное мнение По поводу того Что такое хорошо Что такое плохо Всегда есть довольные люди Всегда есть недовольные С этим Можно смириться Так скажем Но В целом Производственная Вообще Жизнь Российской Федерации Если мыслить Глобально Она же Очень Находится В тяжелом Положении За последние 20-30 лет Автоматизация В мире Шагнула Далеко Вперед На несколько Шагов И продолжает Шагать Достаточно Серьезными Темпами Но Мы же Не выбрали Такой формат Работы На производствах Мы выбрали Формат работы Давайте удержим Как можно больше Людей Будем платить Им стабильную Заработную плату И у нас В принципе Все идет Довольно так И неплохо Порой Даже Собственники Если Хочут Соптимизировать Предприятие Представьте Например Лепси Сейчас Решит Провести Комплексную Глубокую Автоматизацию Сколько Человек На улице Окажется Сотни Да Сотни Человек Окажется На улице Понятно Что Оставшимся Добавят Заработную Плату Будет Больше Привилегий Лифтов Но Куда Девать Остальных И Руководство Как предприятия Так и области Отлично Это понимает Поэтому Все складывается Вот в такой парадигме Оставляем Все как есть Молодежи В этой парадигме Непросто Все равно Непросто Карьера Усложняется Замедляется Поэтому Никто не говорит О том Что нужно Бежать С производственных Предприятий Там сильная Производственная База Сильная База Знаний Которые Ты можешь Участвовать Но Сторонние Проекты На базе Например НКО Ассоциации Работающей Молодежи Конструкторские Технологические Идеологические Развивать По моему Вообще Идеально То есть Ты получаешь И дополнительный Заработок В идеале И можешь Профессионально Реализоваться Не только На предприятии Интересно Кто-нибудь Вообще Знает Сколько Молодежи У нас Работает На всех Предприятиях Еще говорится Об общей численности Очень сложно Судить Потому что Особенно В районах Особенно Небольших Предприятиях Теневой сектор Это Уход От социальных Выплат И прочих Интересных Вещей Поэтому Ассоциация Кстати на этом Будет Заострять Внимание Или уже Работаете В этом направлении Мы не работаем Потому что На достойную Старость Собственно Чтобы молодые Достойную старость Копили В этом направлении Мы сейчас Не работаем Почему Потому что Нам хотя бы Переварить Тот объем Возможностей Тот объем Идей Которые есть В Кирове И в больших Городах Регионы Это Мутнинск Чапецк Белая Холуница Слободской То есть Поляны забыли Да поляны Нужна Большая команда Единомышленников Пять человек Это Не та команда Которая может Поднять Все проблемы Заострим Внимание Сначала На тех Возможности Которые Есть у нас На предприятиях И вообще Я стараюсь В Плане Вот этих Проблем Производственных Занимать Скорее Конформистскую Позицию Потому что Эти проблемы Осознаваемы Не только Нами Как молодежи Эти проблемы По-любому Осознаваемы Руководством Этих предприятий Значит Нет возможности Их решить На данный момент Давайте развиваться Параллельными курсами Давайте строить Те проекты Которые можно Реализовать Внутри предприятия Слушайте Слушайте А вы так вот Говорите Да Они понимают А вы пробовали С ними Разговаривать То есть Вообще Ассоциация Выставила Контакт Уже С руководителями Каких-то Крупных Предприятий Или вы еще Только подходите На том уровне На котором Мы сейчас Организуем Мероприятия То есть Это 150-200 человек Проекты Которые мы Реализуем А что за мероприятия Кстати Мы еще Не привели Для примера Ну вот Инжиниринговый Турнир Турниры Уровня Конечно Диалог Организован Но для того Чтобы переходить К более серьезному Диалогу Заниматься уже Экономикой Техническими вещами Нужны переходные Ступеньки Вот например Как тот турнир Который мы Организовали Привлекаем Экспертов Из политеха Привлекаем Представителей Органов ЗАГС Собрания Правительства Показываем Что мы можем Сделать Насколько Технологически Сложные вещи Ребята Которые есть В нашей команде Могут проработать Но уже после этого Нужно выходить Конечно Министерство Спорта и Молодожной политики Да вы Иван Неоднократно Упоминали Да конечно Вы довольны Взаимодействием Сотрудничеством С этим ведомством И чего бы Вы от него Хотели еще И не только от него Все мы Люди И все мы Я думаю В Том уровне Которому Можем себе Это позволить Видим правду Неправду Видим То насколько Человек Старается тебе Помочь Или не Старается тебе Помочь На том уровне Котором Они могут Они помогают Нам всем Чем могут У них Действительно Серьезно Ограниченные Ресурсы И Я не могу Сейчас назвать Точные суммы Но Представляя Сколько им Выделяют денег Сопоставим В объемах С другими Министерствами На всю молодежь И разделив это На всю молодежь Кировской области Мы получаем Даже не десятки Рублей Но это Совсем Несерьезные Деньги Они помогают Нам в основном Ресурсно Административным Ресурсом Рассылки Познакомить С руководством Предприятий Быть посредником Чтобы с нами Уже считались По-другому Что это не какие-то Люди с улицы А вот ребята Толковые С которыми Мы уже знакомы Предоставить Дворец молодежи Для переговорного Процесса Для мероприятий Без проблем То есть Они очень хорошо Идут на контакт Мы очень довольны На самом деле Сотрудничеством с ними А другие ведомства Другие ведомства Здесь проще действовать Я считаю Через молодежный парламент Площадка уже сформированная Качественная В парламент приглашать То есть Интересующих вас Парламент в этом плане Очень открыт На самом деле Можно без проблем Организовать Любое заседание Любое совещание Ярослав Шулаков Который сейчас Председатель молодежного парламента Любые проекты поддерживает Поэтому Здесь я проблем Никаких не вижу И Мне немножко странно Бывает иногда Видеть Когда мониторишь соцсети Что это такая Как будто закрытая Структура элитарная Вряд Молодежный парламент Да Что это Дескать Туда только избранные По блату попали Ну вот Я попал не по блату Сам написал Вы же писали эссе там Да Эссе писал У меня 100% оригинальность Если вы об этом Я помню Да Там скандальчик разгорелся Что нашли в интернете Да Совершенно верно Слушайте Я хотела спросить А вот в ассоциацию Ну в парламент понятно Да Там выбирали Был конкурс А в ассоциацию Каким образом люди попадают Как они вообще узнают О вашей ассоциации То есть если это крупное предприятие И нужно ли вам вообще эти люди Все понятно Да Вот А если человек Как вы говорите Занимается сам Если у него там Какой-то стартап Не знаю Какой-то бизнес Может быть уже даже состоявшийся Как он к вам приходит Как он вообще про вас узнает Пока что никак Потому что Целевая аудитория Изначально Которая была заложена Это молодежь Крупных промышленных предприятий Понятно Что При расширении команды При осознании того Что нам нужно Двигаться И к мелким собственникам бизнеса И к средним промышленным предприятиям У нас изменится формат Но Я еще раз повторяю Давайте переварим сначала То что у нас есть То есть это тысяча молодых людей Налепси только полторы тысячи человек Ну вы людей-то готовы принять Если они придут? Вы не скажете им Идите подождите Пока мы с крупными предприятиями Разберемся Нет? Нет Конечно Можно реализовать Любой проект Для этого Сейчас Сила уже в принципе есть То есть Даже та небольшая команда Которая существует Мы можем проанализировать Проект технический Рассмотреть его Обсудить его На уровне правительства Области Вынести решение По тому как Можно по этому проекту Сотрудничать Без проблем Хорошо По крупным предприятиям Давайте все-таки Наверное их назовем Чтобы те люди Которые еще не в курсе Может быть Или только думают Еще идти или не идти На крупные промышленные предприятия После вуза Да Понимали Кто с вами работает То есть это понятно Лепси, АВТ, Камутнинский завод Лепси, АВТ, Камутнинский завод Кировское машиностроительное предприятие Паута Плюс Бывший филиал ТГК-5 Маяк Сельмаш Велконт Галлополимер Уралхим Вот сейчас мы Биохим Биохим Сложно Очень сложно В этом плане С ними работать Потому что Как таковой Молодежки У них нет Они не поддерживают Молодежное движение Аргументирую это тем Что у нас Средний возраст Персонал уже Достаточно почтенный Нам не интересно Это направление А молодежь туда вообще Не идешь что ли Работать Не могу сказать На самом деле Лаборатории Сложно связаться С этим предприятием Сложно на него выходить Вот это основные Но я бы назвал Вот прям Центральными такими базами Это Маяк Лепси, АВТ, Камутнинский завод Ну и Т-плюс Я сам выходец С Т-плюс И работаю там А Уралхим как же? Уралхим Они Ну это такая Чепецкая тема Вы же знаете Нет Чепецк всегда был Замкнут сам на себя То есть они На даже Такие Кировские мероприятия Большие Они так Смотрят Немножко усмехаясь Потому что На всю область Можем мероприятия Сделать У нас С этим проблем Нет То есть у них И формирование Бюджета Молодежного совета Исходит из той же логики То есть Молодежный совет Должен заниматься Научно-техническим Творчеством Публиковать статьи Защищаться в аспирантуре У них все это Системно поддерживается Конечно проще работать С таким предприятием Нежели с предприятием Которое говорит Что мы в первую очередь Будем работать На наш внутренний город Мы не будем делать Внешние проекты Поэтому Среди центровых Я бы назвал Вот эти три предприятия Маяк Лепси Витек Да Сделаем небольшую паузу Две минуты рекламы И вернемся в студию Продолжаем нашу беседу С Иваном Десятковым Председателем ассоциации Работающей молодежи Кировской области Членом молодежного парламента Вот уже в перерыве Тут Аня Лапшина накидала О чем хотелось бы поговорить Но наверное Обо всем еще не успеем Но 10 минут все-таки у нас есть Да Я бы хотела конечно О социальных каких-то вещах Поговорить Во-первых Вот Но это немножечко отложим А тут Хотелось понять Кого вы планируете Еще подключать Помимо крупных предприятий То есть индивидуальных Вы сказали Да Пока вот до них Руки можно сказать Не дошли Да Они сами могут приходить Пожалуйста там да Ассоциация открыта Кроме крупных предприятий Кого хотите Нам очень интересен Банковский сектор Почему С чем это связано Банковский сектор Всем интересен Знаете ли Он очень интересен всем Да Но тут немножко другая Другая причина В банковском секторе Очень развита Корпоративная культура Вообще в принципе И любое предприятие Будь то это например Банк Хлынов Или Сбер Они очень легко Мобилизуемы Ты закинул в HR Предложение о сотрудничестве Ты закинул в HR Предложение о том Что будет такое-то мероприятие Все там 20-30 человек Пояснимый HR Это специалист по кадрам То есть Специалист по кадрам Они очень четко Это все отрабатывают У них очень четко Налажено взаимодействие Ну и плюс Вот На таких историях Я имею ввиду Мероприятия Мы очень плотно Сотрудничаем С Министерством спорта Молодежной политики Что нужно чиновнику В отчет Массовость Ему нужна массовость Цифры Циферки нужны А как Получить циферку Работая с Индивидуальным предпринимателем Который придет один Либо работая С крупной Какой-то корпорацией Например Сбербанком Которая приведет Сразу 50 человек Ну ответ очевиден И нам интересно Будет поговорить С этими людьми Узнать их опыт И мы Министерству помогли То есть Тут так Сейчас мы не рекламируем Ничего В какие сроки Примерно вы планируете Подключать К работе Более активно Вот в следующий год Мы уже заложили Взаимодействие с ними Именно с банковским сектором Или помимо банковского сектора Телеком Еще Ну вот какие-то такие Частные организации Частные организации Базовых отраслей Назовем их так То есть Основная целевая аудитория Все равно Будет оставаться Это Большая Крупная Корпоративная организация Работающая в базовых отраслях Связь Промышленность Энергетика Банковское отдело Бюджетная организация Бюджетная организация Это тоже очень интересный сектор Так А что про бюджетную организацию Это мы сейчас говорим Про учреждения Здравоохранения Образование Культуры Соцобслуживание У них очень сильна Профсоюзная линия Но при этом Я бы не сказал Что у них Много крупных мероприятий Связанных Там С интеллектуальными Конкурсами Либо форумной Историей Мы эту тему Уже обкатали Мы ее можем Для них предложить У них больше Да У них как-то больше Конкурсы профессионального Мастерства Да А какие-то такие Прямо вот Интеллектуальные Развлекательные Развлекательные Да Немножечко как-то В стороне У них это отошло в сторону Хорошо А кстати Как вы взаимодействуете С профсоюзами И взаимодействуете ли вообще У нас в последнее время Тоже такая поставлена Четкая цель На развитие Профсоюзного движения Цель Возрождение Возможно Цель у них такая Поставлена Мы с ними Очень плотно взаимодействуем Нормально с ними Уживаетесь Отлично Уживаемся Мы друг друга Скорее даже дополняем То есть все равно Профсоюз В основе своей Это борьба За права В той или иной В той или ином виде Когда у человека Проблема Человека который Вступил в профсоюз Он идет в первую очередь В свою профсоюзную Организацию Первичную И первично для них Получение социальных Год Выплат Борьба за права Участников Движения Профсоюзного А уже потом Мероприятия Для нас же На первом этапе Развития нашей структуры Были первичные мероприятия Поэтому здесь Мы отрабатываем Очень дополняя Друг друга Вот кстати В тему профсоюзов Тоже мы об этом Впереде говорили С прошедшим днем профсоюзов Я хотела спросить Что у нас происходит С социальными Какими-то гарантиями Для работающей молодежи Потому что это такая Завлекало в кого-то Как мне кажется Я тебе скажу Многие например Родители Уверены Что ребенку После окончания вуза Или техникума Неважно Лучше устроиться На крупные предприятия Может быть там будет Не такая большая зарплата Как в частном секторе Или в своем бизнесе Но при этом Там будут соцгарантии Полный соцпакет Выплаты Квартира Возможно Возможно Какая-то помощь В приобретении путевок Может быть Какая-то помощь В устройстве ребенка Будучего в садик Там все что угодно Вы как-то отслеживаете Эти вещи На самом деле Мы не просто Их обслеживаем Мы же постоянно Встречаемся В телеграме Переписываемся В контакте Работаем Такой В неформальной Быстрой атмосфере Конечно Мы сразу же Можем узнать Что такие Серьезные Фундаментальные Изменения В социальной политике На предприятии Появились Но таких изменений Нет На самом деле Социалка везде Сильно На кировских заводах Серьезно? Да Я считаю Что социалка По сравнению С другими регионами Нашей страны Я в студенчестве Достаточно много По конференциям Поездил Узнал эту тематику У нас достаточно Серьезно По поводу квартир Сложно Это действительно Сложный И болезненный вопрос Но по поводу Всего остального Что вы сказали Это все есть Но по поводу Квартир Смотрите Вот я насколько Помню Ну как квартир Нет Я не говорю Я думал Что сейчас Вообще Я не говорю Что их доставляют Есть служебное жилье Есть служебное жилье Раз Есть возможность Общежития Возможно Они еще сохранились Два Есть какая-то помощь В приобретении Квартиры в ипотеку Вот я не знаю Ты помнишь или нет Когда мы ездили На Уралхим Нам тогда рассказывали Что там определенную сумму Предприятие берет на себя Я думаю Чтобы никого не рекламировать Мы не рекламируем Я скажу так Что на всех базовых Кировских предприятиях С которыми мы сотрудничаем И которые у нас являются Передовиками Все что вы назвали Есть То есть это действительно так Другой вопрос То что Из-за низкой степени Автоматизации Скажем так Не низкой А не растущей степени Автоматизации Они не могут Обеспечить Очень динамичный И серьезный рост Заработной платы Но заработная плата В принципе Вот так по оценкам То что получают Мои коллеги То что получают Коллеги На других предприятиях Она либо средняя По области Либо чуть выше средней Нет уж давайте Конкретные цифры называть Не ваши прям зарплаты Но вы от и до Молодой специалист Молодой специалист 20-30 я думаю Можно 20-30 тысяч В месяц 20-30 тысяч Так Ну при средней зарплате По последним данным Сколько у нас там 28 тысяч Она в областном центре Меньше 30 тысяч Да Но вот Не самая высокая зарплата 20 тысяч Я честно тебе скажу Потому что За ту же квартиру Например Коммунальные услуги Дорожают Дорожают То есть Тысячи три-четыре Ты платишь В месяц Все познается В сравнении А где они высоки Вот И тут мы подходим К главному вопросу То есть Большая Есть проблема С отъездом студентов Есть большая проблема С отъездом школьников Из города Кирова В более крупные регионы На более крупные предприятия И в более богатые Какие-то Организации Что происходит С работающей молодежью В этом смысле Я считаю Что может Это такая Достаточно жесткая Непопулярная И старомодная Позиция Но в первую очередь Все эти процессы Связаны с нежеланием работать Потому что В том же самом Не областном центре А например Районном центре По промышленности Можно получить зарплату Существенно выше Чем в областном центре Мы говорим сейчас Например Чепецке Или Мутнинске То есть Там зарплаты выше Чем на предприятиях На которых работаем мы При этом Люди не хотят Осознавать Что проще Бывает Изменить действительность Вокруг себя Нежели искать Эту действительность На стороне Потому что Вы видимо первую Пропагандируете Позицию Нужно менять Действительность Вокруг себя Да Нужно менять Действительность Вокруг себя Нет ничего Кардинально Принципиально Отличающихся В других регионах Нашей страны Я считаю Да Есть Татарстан В котором Суперкосмос Все хорошо Я есть Москва Петербург Но если мы говорим О среднепотолочной Российской Федерации Обычный регион Везде все одинаково Не ну подождите Вот мои знакомые Сравнивают Киров и Пермь Например По уровню развития Каких-то Движений Какого-то Культурного Слоя Еще чего-то В конце концов По асфальту По качеству асфальта На дороге Приглашаю всех Сотрудничеству Создадим Культурный слой Кирова вместе Понятно Так Нет Но тем не менее Я хотела бы понять Насколько все-таки Актуальна проблема Отъезда молодых специалистов Мне кажется Что такое бывает Что человек После вуза Приходит на кировское предприятие Набирается опыта Два-три года И уезжает Он потом возвращается Зачастую Уже на принципиально Другие руководящие позиции Это во-первых Во-вторых То есть он получает На стороне такой опыт Что его сразу В топ-менеджеры берут Ну пример есть Скажем так Особенно в энергетике Это очень распространено Ротация по регионам РФ И возвращение потом В Кировскую родную область Это во-первых Во-вторых У нас есть Очень большой институт Это Вятский государственный университет И выпуск В нем По определению Заложен таким Студентов Что Кировская промышленность Не покроет такой выпуск То есть явно Как будто придется уехать Ей не нужно столько Да Столько инженеров Например Электротехнический факультет Полторы тысячи человек Полторы тысячи человек Столько инженеров Выпускает Каждый год Каждый год Полторы тысячи Полторы тысячи Это всего учится Ну разделим на 4 На потоке 500 То есть у нас Не только юристы На потоке 300-400 человек У нас еще электротехнический Это люди С серьезной подготовкой У них будет Достаточно серьезная Конкуренция Что в вятской энергетике Работать То есть Я Закончил ЭТФ с красным дипломом Я устроился На слесаре Начинал я со слесаря На Кировской ТЭТ-4 То есть Конкуренция серьезная Гайки крутил Да Гайки крутил Опыт набрался Отличного Кстати вообще Поэтому Понятно Что молодым специалистам Нужно осваивать Действительность И в соседних регионах И ничего плохого В этом нет У нас Наша система образования Кировской области Она так устроена Что она экспортирует кадры По определению Мы донор Мы донор Рабочих кадров Это во-первых Во-вторых Я недавно Смотрел интересную статистику Все говорят о том Что вот там 91-й год Развал Союза Побежали люди Из Кировской области Вот все бегут И бегут И никак этот процесс Не прекращается Я решил взять статистику Чуть-чуть повыше И взял статистику С 36-го года Так вот С момента образования Кировской области Люди и в 36-м году Бежали И этот тренд Он Начиная с 36-го года Идет и идет Никак не прекращается Поэтому тут Сложно говорить о том Что вот из Кировской области Бегут Страна у нас такая Так у нас устроена Страна Что из регионов Люди стекаются В крупные федеральные центры Это тренд И это тренд Не только Кировской области Ну кто остался Будем развивать область вместе Без проблем 30 секунд Была встреча у вас уже С непосредственно С руководителем региона С губернатором Вы будете как-то добиваться Этой встречи Чтобы озвучивать свои предложения Я думаю Что когда предложения Будут четкими Просчитанными То эта встреча Будет организована В этом нет проблем Ну примерно Срок Сколько вам нужно Чтобы это все Этого года Этого года Уложить в своей голове Хорошо Спасибо Мы благодарим Ивана Десяткова Председателя ассоциации Работающей молодежи Кировской области Члена молодежного парламента И анонсируем Да У нас это не последняя программа На первое Но не последнее Мы будем с работающей молодежью Встречаться Пригласим представителей Тех самых предприятий Разные предприятия Которых мы упоминали И все выслушаем Из первых уст Спасибо На этом программа Дневной разворот завершена Анна Лапшина Владимир Сметанин Через 20 минут Интервью У нас особое мнение Интервью Сегодня интервью Интервью Так что слушайте Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому